И что это у нас сегодня такое красивое, мне прям интересно, знаете, друзья мои, что-то прям, вот, прям, даже прям, прям эстетически красивое, что-то к нам сегодня такое. Мы приехали, Тёма нашёл какой-то автомобиль, говорит, поехали, я тебе покажу очень классную, классную тачку, говорит, но я просто, я не знал, что это и как это, это очень сложно для меня всегда был и этот конкретно автомобиль, как бы, вот, что-то это было невообразимое, потому что всё, что туда не ставили, все сразу, аааа, что это, как это, это может светить, это может выглядеть красиво, ничего себе, а это что, наш автомобиль и, друзья мои, вы знаете, прям, вот, долго терзался в сомнениях, что же, как же. Чего туда поставить, чтобы вам такое интересное показать, и вот, как бы, благодаря Артёму, благодаря человеку, который нам предоставил этот автомобиль, мы сегодня вам можем предоставить такой скромный маленький обзорчик Lada Vesta, друзья мои, вот такой вот красивый Lada Vesta на светодиодных лампах. Ребят, ну попросили скорректировать, предоставлено не человеком, а вот этой вот компанией по прокату автомобилей, так что, если будет желание, ребята, там добрые, нормальные люди, адекватные, пожалуйста, предоставят вам автомобиль, хочешь вот такой Vesta, позвони, позвони туда, позвони вот сюда, тебе предоставят такой автомобиль, хоть в такси, хоть просто в аренду взял, поехал, катайся. Ребята, это не реклама, это просто дружеский знак, такой вот добра, добра. Так вот, ребят, что мы сегодня снимаем? Где Артём? В кадр, пожалуйста, где Артём? Где? Вот он, вот он, друзья мои, вы спрашивали, вот он Артём. Итак, что мы сегодня будем снимать? У нас сегодня будет нестандартный тест, не так, как мы делаем это всегда. Lada Vesta, пойдём, там фокус мой, он неинтересен людям, вот так, да. Давай, вот так. У нас сегодня Lada Vesta, и сегодня мы не будем, так скажем, делать лампу LED против другой лампы LED. Мы сегодня сделаем стандартный штатный заводской свет Lada Vesta против как раз-таки LED. То есть мы покажем, что можно сделать на Lada Vesta, и как это видим мы себе. Причём это ДХО, друзья мои, это лампа дневной ходовой габарит, это LED-овская лампа, наша с полугодовой гарантией. Вторая, это у нас LED-ближний свет на Lada Vesta, и LED-дальний свет, опять же, на Lada Vesta. Единственное, нет туманок, к сожалению, да, вот этого вот нет, поэтому обидно, жалко, ну что, ну не будем же мы из-за этого просирать такой замечательный автомобиль, чтобы его не пустить. Нет, но автомобиль распространён. Самый популярный, один из самых популярных автомобилей в России. Но не об этом, не о Lada Vesta сегодня разговор. Итак, давай посмотрим, что у нас сегодня есть, что мы сегодня сравним. Обычные лампы Philips, друзья мои, которые ставятся с завода на этот автомобиль, будут сегодня пытаться, пытаться сражаться с нашими заявленными чемпионами. Итак, что первое? ДХО. ДХО, это ДХО? ДХО. А, это ДХО, друзья мои, вот так вот она выглядит, это лампа дневного ходового огня, крутая штука. У нас имеется в ней 6, 12, 18, ты посчитал? Да. А, 18, так. 18 чипов круг, плюсом 3 сверху, и они в линзе. Да, это не очень, честно, хорошо, но ярко, но ярко получается, и пока брака по ней практически нет, но очень классно. Подожди, цоколь, цоколь надо показать, цоколь у нас на ладе вести. Вот такой, друзья мои, это V21-5, вот такая вот сложная херня. То есть, ваша лампа штатная выглядит примерно, мы корябаем капот, ничего страшного, вот такая вот. Разбил. Сука! Разбил, нет? Но она дешевая, я куплю, ребят, я честно куплю, если вдруг что-то с ней... Ваша штатная лампа выглядит примерно вот так. Сука! Я ее разбил. Ну, короче, подарю лампу ДХО. Сейчас решим, куда, что, ее нужно было склеить, блядь, сейчас клей купим, склеим, поставим, поедем. Потом клеим, блядь. Нам подсказывают, что мы подарили человеку лампу ДХО. Ничего страшного. Да, как бы, ну, не бедные люди. Ближний свет у нас все в стандарте. Какая? Все в стандартной коробке. Это М2. М2, друзья. Заявлено уже с собой. Да, да. Она себя уже зарекомендовала. Два года гарантии, друзья мои, на ДХО полгода. Рассказывать я про нее, наверное, не буду. А что про нее? Скажу эту цоколь H7. Ну, все стандартно. Все стандартно. Ближний H7, все так же, друзья мои. М2, давай вкратце. Там 25 Ватт, 6000 Кельвинов, 16000 люминов. Чипы своей разработки, очень классные. СТГ великолепная, настраивается все прочее. Бла-бла-бла. Медь в середине. Медь в середине, как охладитель, маленький кулер, компактный размер. Короче, все у нее супер. А вот это вот дичь мы еще не видели, друзья мои. Еще вот то, что на дальний, да, это какая-то злая. Мини F31. Это что-то страшное. Это как самолет. Точно, стелс, ептать. F31 или 30 какой-то. А я не знаю. Ну, короче, как американский какой-то самолет. Непонятный, друзья мои. Но F31 сегодня на дальний свет. Короче, посмотрим коробку. Сразу мы их не видели. У нас есть такой перед. Я бы на ближний такой не стал бы ставить. Ну, на дальний попробуй. На дальний, но это дальний. F31, что там есть? У нас здесь есть на 300% больше света. Ультра-долго живущие лампы. Ультра-долго живущие. Так, и энергосберегающие. На 60% энергосбережения у них есть. Ну, показывают, что ставят и в ближний, и в дальний. Погоди, погоди, погоди. 55 ватт, значит, если на 60%, вот сколько? Ватт 20, да? Ну, где-то так. А мы сейчас найдем, может быть, написано. Не, не будет. Что у нас сбоку? Сбоку у нас аннотация. Это H1. Сзади они показывают, что якобы они светят. Да. Очень красиво, но некрасиво. Ну, и габариты лампы. Ну, вот такая вот она и есть мини. Она действительно компактная. Она сопоставима с компактностью и размерами лампы непосредственно М2, друзья. Мы, они очень сильно похожи по размерам, но не по качеству. Открывая коробку, мы видим, что у нас не все, как всегда. У нас есть разделение на два отсека. На два чего? Отсека. А, отсека. Два отсека. Какая-то хуйня по мне ползает. Два отсека и плюсом аннотация. Мануал, мать его. Лет, ну, автор. Вот такая вот штука, интересная. Как устанавливать? Инструкция по установке, ну и, конечно же, ничего не написано. Самое веселое, самое веселое, друзья, мы, эта лампа имеет полгода гарантии. Целых полгода. А стоимость ее не превышает полторы тысячи рублей за пару, друзья. Вот такие вот лампы появляются у нас. Ну, как бы спрос есть, соответственно, да. Ну, она тоже без драйвера. Без драйверная. Без драйвера. Без драйвера, да. Без драйвера, да. Так, что она из себя? Ну, компактная, да, не имеет драйвера. Блоков, ничего, да. Простенькая, хорошенькая такая, симпатичная, да. Без ванночек, без ничего, то есть нет вообще ванны. Чипы вынесены. Ну, а это для дальнего света, не более. Ну, да, чипы вынесены вверх, но для дальнего, я думаю, будет нормально. Ну, ребят, для дальнего она нормальная. Мы уже таких несколько поставили на автомобиле, попробовали. Люди безумно довольны, прям вообще в восторг. Ну, это Даня, он должен сидеть пучком, по сути своей. Да, дай мне, дай мне, пожалуйста, Даня. Нет, там надо достать и показать людям китайское, настоящее китайское качество, друзья мои, настоящее. Я вот заметил, а Тёма хотел утаить. Настоящее китайское качество новых ламп, друзья мои. Вот, да, вот оно, вот он. Да делай сам, сука, лего конструктор. На, убирай, мать тебе за ногу. Поэтому дешевое. Поэтому вот как бы из этого складывается, друзья мои, ценник. Когда у вас все качественно, хорошо и собрано все, как у М2. И когда у вас вот... Некачественно и качественно нехорошо. Нет, на дальний свет вообще нормальная тема, хорошая лампа, вопросов нет. Итак, друзья мои, ну что, пересходим к основному, самому интересному, ради чего мы здесь собрались. А я там здесь собрались. А ты не знаешь. Лампы показать. Лампы поснимать, как они светят. А, тоже будем снимать? Да. Ладно, давай. Погнали. Итак, друзья, все-таки начинаем наш обзор. Ты первую фразу сказала. Ну ладно, да, седай. Начинаем наш обзор, начинаем его, конечно же, с ДХО. Почему ДХО? Ну потому что ДХО. Лампа дневного ходового огня. Все, сказал Сумич. Да, в ней два варианта есть габарит, а есть ДХО. То есть ты обиделся, да, что я первый фразу? Да, да, да. Так, итак, что же мы имеем здесь вот красоту, значит, с белой стороны, от которой диодная, друзья. Вот так вот она выглядит, вот так красиво. Белый автомобиль, белый ДХО. Вообще красота, Тём, как тебе? Да, в огнях. Вы сейчас просто увидите вторую сторону, и вы поймете всю. Вы думаете, что это? Всю боль, всю боль показывает. А вот это вот заводской вот свет, друзья мои. Вот он заводской. Вот там вы видели как, да? И вот он вам, пожалуйста, заводской. Вот это желтоватая, бледно-блевотная, прости, господи, штука, лампочка. Но вот как-то так. Я полностью отразил всю характеристику. Я поддерживаю. Особенно бледно-блевотная. Особенно бледно-блевотная. Так, давай включать. Ты умеешь включать вести ближний? Не получилось. Всё равно. Это дальний. Это дальний. Это дальний. Сергей, помогите, пожалуйста, помогите нашему. А, зажигание надо было? А, ни хера себе, зажигание надо включать. А кто дверь забыл? Вот почему ты дверь забыл закрыть? Закрой дверь. Итак, это Веста. Ты думал, она сама закрывается? Да, автолаз дадим. Да, еще присасывается. Еще присасывается. Ты понимаешь, какой хороший автомобиль? Она закрыла дверь и присосалась к тебе. Вообще кайф. Отлично. Итак, ближний. 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 Ну, давай посмотрим сначала на эстетику. По эстетике всё вообще просто отлично. Моё личное мнение. Издалека. Ну, фотографии вставишь. Фотки. Сравнение. Фотки, да. Ну, просто вот это, конечно, это просто красота, друзья. Ну-ка, белый, красивый свет. Пойдем смотреть, Джо. В общем, на белой машине классно смотрится. Да. Мне очень нравится. Ты в кадр не попадаешь, но ничего страшного. Я попадаю, я вот так. Вот так? Нет, так не надо. Вот так. Ну, не такой блевотный, но всё равно. Это жёлтый. Это обычный, стандартный, галогеновый, жёлтый, страшный цвет. Давай вот так вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И всё, да. И уже как-то душа даже расстраивается. Я вот даже через камеру смотрю. Господи. Вы просто сейчас... У нас ещё не стемняло, как вы видите. Сейчас вам Лова повернёт камеру на стенку. И вы просто поймёте даже разницу при... Даже не сумерки. Всё ещё очень светло. А разница уже прям... Очевидно. Даже очевидно, кто чемпион. Сто процентов. Да. Давайте посмотрим эстаген. И так. И так, 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 бум. Не, ты стоишь, закрываешь фару. Я? Да. А, я специально это делал. Специально, понимаешь, чтобы её не было видно. Нету. Нет света. Ну, друзья мои, вот так. Вот. В принципе. Тём, иди туда, показывай, где что. Я буду отсюда рулить. И дальше. У нас есть... СТГ, вот она вот. Там есть СТГ, Тёма уже покажет так. Ну, это стандарт. Да. И здесь у нас СТГ, вот он. Её видно. Она есть. Скажите, что её видно. Она есть. Она... Кто видит СТГ, поставьте лайк, пожалуйста, видео. Так. Просто сейчас ещё не темно, у меня лицо не в засветке. Просто пока смотрите. Сейчас скажешь, что ты в галогене в засветке. Ща, погоди. Погоди, сейчас всё будет. Сирене, дай нам Даню, пожалуйста. Так. Теперь нам сейчас продемонстрируют дальний свет. Я вот так вот уйду вот сюда. И... Б. Ну, вот вам и дальний, друзья мои. Выше, дальше. Ближе как-то бледно. Вот он дальний. Вот он прям плечок пошёл. Ты прям пальцем рисуешь, сразу видно, что здесь всё чисто. Палец вот, пфу, вот так вытрет. А там видно, да. А, ну, хорошо. А здесь, дай у нас больше. Вот больше. Больше сам плечок. Ярче сам плечок. То есть его, в принципе, больше. А мы посмотрим сейчас это ночью. Но, в принципе, его уже больше. Его видно, что его больше. Да, да, да. Мы ночью это посмотрим. Это сейчас... Мы сейчас вот так даже сделаем. И чё ты натворил? Я выключил ближний и включил просто дальний. Ну, типа поморгал. А, окей, давай, давай. Пучок больше. Да, тут видно, тут видно. Хорошо видно, что вот как бы галоген там что-то бледно-жёлтое. Это прям мощный белый. И его прям побольше. Но хотя спорный вариант, честно. Вот по-дальнему спорный. По-ближнему, если прям всё видно, СТГ и прочее, вообще кайф. Да нет, слышно, посмотри, даже вверх. Вот особенно на проморке. Не, это всё-таки ночью увидим, Тём. Ночью увидим, но даже сейчас видно, что дальнего реально больше. Его больше. Он пучнее, он интереснее. Окей, окей. Чего ты меня звал, рассказывай. Опа. А чё-то изменилось, чё-то интересненькое. Итак, дорогие друзья. Так. Что мы говорили при первом обзоре на М2. И что я хочу сказать сейчас. Помните, что у Навсая, по сути, одно положение крепления фары. То есть ты её вставил и до конца прокрутил. Ну, там просто защёлкнулось. Ну, она защёлкнулась. У М2 мы её вставляем и по одному положению начинаем прокручивать. Так. Про то, что Вова и говорил, что в линзе это будет очень удобно. Да. Не понимаю, но... Здесь то же самое. Я сейчас объясню. Итак, друзья. Сейчас, секунду. Сейчас я закрую. Так. Вот так. Вот сейчас. Фара, фара, лампа накручена полностью. То есть до самого упора. То есть как должна стоять. Ну, как она должна стоять. Вот так, вот так. Вот так, да. Но это Веста. Смотрите на СТГ. Видите? Она двойная. Ну, там есть, да, такой хоп-хоп. Вот, смотрите, друзья. Сейчас я понял, о чём Тёма говорит. Смотрите, ребят. Вот получается вот раз. Раз подъём, да. И такой более-более жёсткий идёт второй. Вот как раз об этом. Так. И чё получается? А вот сейчас я дам на одно положение назад. Ну-ка. Оп. То есть покажи на лампочке что-то сделать. Ну, то есть она стояла вот так, а я поставил на одно положение назад. Так. И чё? У нас получается СТГ гораздо круче? Ну, да. Вуаля. Вуаля, друзья мои. Вот это нифига себе. Вот это открытие. Вот это называется именно подстройка фары. То есть не всегда хорошо, когда эту фару защелкнул полностью. Когда вы ставите лампочки, всегда смотрите у стены на СТГ. Если она не идеальная, если она двойная, чуть-чуть смещённая, попробуйте лампу повернуть на одно положение, на два положения. И всегда смотрите, что лампа стояла всегда вот ровно. Ни вбок, ни кривость, ни накость, а именно ровно. Да, да. В Vesta именно это и получилось. Когда она полностью накручена, она стояла неровно. А потом отклоняйте, всё такое. Да, на большинстве автомобилей она стоит ровно, но не в случае Lada Vesta. Да, у Lada Vesta получается, что прям ровная свето-теневая граница, получается только когда ты чуть-чуть отщёлкнул назад. Ну, покажи сейчас лампу. Особенность. Особенность, ребят. А ты думаешь, там видно будет? Там видно будет. Сейчас посмотрим. Ребят, там видно вот-вот-вот-вот-вот-вот там-вот-вот-вот. Вот смотрите, как стоит лампа. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть наискось. То есть, как Артём и показал, она чуть-чуть-чуть наискось. Ну да. Но зато у неё идеальная СТГ сразу же получается. Но видно так предусмотрен рефлектор Lada Vesta. Друзья мои, вот так. Век живи, век учись. Кто здесь? Где я? Где лицо, засветка, ДХО. Там что-то, да, видно ты, представляешь? Мы сейчас всё покажем. Но это габарит, это не ДХО, это габарит. Это габарит. Это габарит на Vesta. Да. Такой яркий, в засветке лицо. Покажи. Вот так вот, да. Давай посмотрим. Давай вот так вот повернёмся, друзья мои. Итак. Итак, и так, и так, и так. Если будет видно, если не будет видно, но простите Бога ради, не специально. Сейчас всё будет. Сейчас всё будет, да. Сейчас всё включим. Друзья мои, с правой стороны у нас получается это светодиодный светодиодный, габарит ДХОшечка, а с левой стороны это у нас получается обычное штатное. Ты сейчас притушил? Нет. Ну-ка притуши. Это притушит. А, сделай поярче, давай. Опа, вот это, бля, ни хера себе. А вот это ДХО? Вот это, да, вот это прям вообще, это прям вот даже вот так вот, друзья мои. О, меня глянь сразу, видно, что я в капюшоне. Это ДХОшечка. Это ДХО. Светит раз в 30 минимум ярче, чем штат. Да, причём... Ну, покажи, вот прям машину, оно будет видно даже на камеру. Вот, друзья мои, просто это, это просто космос. Я не знаю, это прям вообще кайф, действительно кайф. Но это ДХО, эта лампа уже отработанная, так скажем, на Ладе Вести, уже кайфовая, с гарантией, с полугодовой. Я это подчёркиваю, не устану это подчёркивать, потому что есть некоторые события, которые говорят о том, что мы плохо с тобой работаем. Вот. Ну, а теперь давайте посмотрим ближний свет. О, лицо в засветке. Это лицо в засветке. И от галогена тоже. Нет, давай вот от галогена, друзья мои, от галогена. Лицо в засветке тоже, видите? Лицо в засветке, да. Всё нормально. Нет, это же галоген, он не может светить выше. Не может? Нет, это галоген. А-а-а. Это галоген, Тём, ты всё забываешь. Люди пишут, что когда стоит галоген, отблеска от нижней части оптики не бывает. Вот, пожалуйста, вот вам галоген. Галоген вроде бы есть. А это у нас, значит, это у нас светодиоды, да? Давайте СТГ. Давайте СТГ. СТГ. Ну как? Ну как? Ну как вам, друзья? Я пойду даже покажу. Иди, иди, показывай. Для особо слепых? Для особо слепых. Галоген слева. Ай! Реклама, реклама, друзья мои, реклама, это нормально. У нас есть левый галоген. Галоген. У галогена, вот он, угол СТГ. Да. Вот она уходит. Хороший угол. Но у нас есть М2. Вот он, угол СТГ. Да. И угол прям ярче выраженнее. Он чётче. Он даже чётче, друзья. Лево даже вот так. Оп! Оп! Это, пожалуйста, вам светодиодная фара. Пожалуйста, вот, вот. Лампочка светодиодная. В фаре Веста. Так. И, простите, но потухло всё. Так. Где-то это вот уровень туманка, наверное, да? Ну, вот такой вот свет. У меня в фокусе туманки петопом ярче светит. Так у тебя там диоды? Ну, даже на галогене. Ну, да. Ну, вот так вот, друзья мои. Вот вам, пожалуйста, сравнительная разница, так сказать. Да, я не фиксирую. И можно ещё дальний. Давайте вот здесь, вот прям на стене посмотрим дальний. А, может? Нет, нет, нет. Мы сделаем отдельно, просто дальний, чистый. Думаешь? Да. А. Опять дыхал. Оп, дальний. Итак, друзья мои. Ну, вот смотрите. Вот наглядный вам живой пример, да? Вот. Ну, тут прям очень сильно дальний. Это прям боль глазам. Вот смотрите, где находится дальний у Лады Веста вот непосредственно с галогеном. Да, это пучок сконцентрированный. Насколько здесь всё больше получается на светодиоде, друзья мои. И это вот вам наглядный пример того, что есть ли смысл ставить в дальний свет светодиодные лампы или нет. Хотя тут и ближнего хватает просто космические. Ну, вот чистый. Ёкарный бабай. Круто, 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 пожалуйста. А теперь? Не круто. Это дальний. Это дальний. Сейчас в коридоре посмотрим. Пойдём, да. Поехали теперь в коридор и посмотрим, что там. Итак, засветку установим. Сиди в галогеновую засветку, чтобы люди знали, что галоген тоже может вот так вот отблеском хреначить. Ну что? Мы в коридоре. Да, да. Это наш любимый коридор гаражей. Тут вот так вот темно вообще. Но мы, когда приезжаем и включаем фары, здесь становится светло. Насколько светло и какая лампа светит лучше, мы узнаем сейчас об этом. Итак, давай же смотреть. Давай. Давай. Так. Это у нас получается вот сейчас светит ближний. Просто ближний, друзья мои. Вот это вот галогеновый ближний, это ты закрыл, да? Да. Что-то темно просто стало. Я вот что-то... Блядь, Тём, где ты, где ты? Темно просто. Так. Это вот так, вот так. А если закрываем галоген, то мы видим преимущество в свете, друзья мои, почти в два раза. Это лично на моё усмотрение. Вот туда, да, гаражей примерно метров, ну, 40-50 идти точно. Ребят, это ближний свет лады Весты. То есть вот опять, да, меня засветил галогеном, прям сразу я стал яркий. Вот. А у обычной лампочки, у неё свето-теневая заканчивается гораздо ближе. Пожалуйста, вот вам опять. Гаражи освещены и вот, пожалуйста. Теперь дальний. О! Коридор, коридор. Так, это у нас галогеновый дальний, да? Да. Так, галогеновый дальний, а теперь светодиодный. А вот вам и светодиодный. Ну, ты знаешь, вот в дальнем всё-таки светодиоды качественнее, круче, блин. Ну, насчёт вот дальности, ну, это субъективно, потому что гараж закончился, и там уже дальше деревья, и там вот деревья видны. Нет, но он ярче. Он ярче и выше. Он ярче, он выше, он как-то вот везде. Вот как дальний. Как вот-вот, за что не любят ксенон, вот что он везде. Да, да, вот. О! Это миферасиный. Ле, класс, класс, класс. Класс, друзья мои. Ну, тут видно преимущество именно LED-оптики. Ага, замигал, замигал, замигал. Разверни, разверни, разверни камеру, пусть помигает, пусть помигает. Вот так, да? Помигай нам. Ой, 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 ой. А ближний и дальний габарит, всё вместе мигает. Ой, 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 ой. Лайк, 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 лайк. Ништяк, хорош. Итак, друзья мои, сегодня, в этот самый замечательный день, в этом замечательном видео, я думаю, вы смогли всё-таки убедиться, что Lada Vesta можно переоборудовать на светодиоды. Это будет качественно, это будет с гарантией, это будет красиво, эстетично. Это неоспоримый факт, что белый свет эстетичный. Хотя я езжу на жёлтом, мне он нравится больше. Ну, хватит, ну, хватит. Ну, хватит, сейчас дизлайков, ага, навешиваю. Я не люблю жёлтый. Вот, но сам факт того, что Vesta работает, светит, красиво, здорово, выглядит потрясающе на белом свете, на оледовских лампах, пожалуйста, живой вам пример. Да, именно этим тестом мы именно это и хотели подчеркнуть. Да. Мы не стали сравнивать M2 с Novsai, с чем-нибудь ещё, с C6, да и пофигу вообще. Не, просто это Vesta. Мы не стали просто это сравнивать, да, мы хотели вам показать именно то, что можно сделать свет лучше, штатного, не переоборудуя фару в линзу, как многие говорят, что вот, надо поставить линзу, иначе не будет светить. Свет ровный. Не отдавая за это там по 50, 40, 30 тысяч за новый блок фары с Алиэкспресса. Но они же красивые там. Но они красивые. И всё, на этом функционал заканчивается. Вы можете вложить, скажем, до 10 тысяч за полный комплект. Это даже с поворотниками. Даже с туманками. Это даже с туманками, да, будет. И всё. И радоваться жизни, и будет у вас красивый эстетичный внешний вид. У вас будет классный свет, который будет вас радовать, который будет вам нравиться. В любую погоду, по моему мнению. Да, 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 да. Ну, я не знаю, зимой я ездил на ледах, кто-то говорит, что зимой на ледах будет отврат. Наоборот. Но я зимой ездил, это просто шикарно. На белом свете зимой это было просто феерично для меня. Ну, потому что 16 тысяч люминов, это всё-таки 16 тысяч люминов. Так что, друзья мои, вот так. Если вам понравилось видео, друзья мои, поставили лайк, подписались на наш интернет-канал. Символ колокольчика, естественно. Дилин-дилин! Фирменные уже дилин-дилинтёмы. И, друзья мои, комментарий напишите. Если у вас есть желание приобрести, посоветоваться и прочее, ребят, вам недостаточно этой информации. Пожалуйста, вот там вот ссылочка внизу есть в описании на группу. Пишите, пообщаемся, подберём, порекомендую. Или если у вас есть желание посмотреть, как светят лампы на той или иной машине. Ну, тоже пишите. Ну, пишите, пишите в личку мне, в этом плане, если есть своя машина, которую вы готовы предоставить нам, так скажем. Да, если вы с Москвы и близлежащих регионов, приезжайте в Воронеж ради теста, мы будем ждать. Всем спасибо. До свидания. Пока, друзья мои. Ну что, Сергей? Продолжение следует...